Артём Ромашкин даже подумать не мог, что станет настоящим героем. Неожиданный стук в дверь застал молодого человека за обеденным столом. Тревогу забил сосед с третьего этажа. Оказалось, горит квартира напротив. Я выбежал в подъезд, мы с ним открыли дверь. Он, наверное, я не знаю, отдохнул дымом и побежал на улицу, ну, дверь в подъезд открывается. Ну, я на колени упал, увидел ноги соседа. Ну, всё, начал вытаскивать, вытащили в подъезд. И мне потом уже сосед помог его на улицу вытянуть. Огнеборцев вызвала девушка молодого человека, пока он спасал жизнь соседа. Сообщение поступило в 14.41. По прибытию расчётов из окна первого этажа уже вовсю валил дым. Спасатели за считанные секунды украсили пламя. К тому моменту, благодаря мужеству Артёма Ромашкина, пострадавшего уже забрала скорая. Если бы мужчина растерялся или не рискнул заглянуть в горящую квартиру, чем бы закончилась эта история, неизвестно. Чёрные окна, закопченный потолок и обгоревшая проводка. И так на нескольких этажах. Больше всего, конечно, пострадал первый. Обуглилась и деревянная дверь квартиры. В злополучной квартире живёт пенсионерка с сыном. Жильцы уверяют, это те ещё любители и выпить, и покурить. А последствия такого поведения обычно не заканчиваются хэппи-эндом. В результате которого огнём повреждено некоторое имущество в квартире, закопчены стены и потолок. Причина пожара на данный момент выясняется. Сколько жизней унесли, казалось бы, случайные совпадения. Но у всего есть логическое объяснение. Кто-то не затушил окурок, кто-то заснул сигаретой в руках. И это про культуру курения. В подтверждение статистика. В Бобруйске за четыре месяца произошло 36 пожаров. Девять человек спасли, семь погибли. Ольга Васенда, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.